Футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий считает, что российским футболистам и спортсменам в целом надо уезжать за границу, если там есть возможность продолжать играть. Он считает, что надо футболистам говорить определенную правду, состоящую в том, что если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Если просто зарабатывать деньги и где-то играть, тогда можно и остаться. Это касается не только российских футболистов, а всех российских спортсменов, которые если могут выступать хоть где-то, они должны хоть где-то и выступать. И не важно за какую страну, и не важно под каким флагом, не важно как. Это жизнь. Между прочим, в 2016 году он говорил, что российским футболистам в случае равных финансовых условий нет смысла переходить из российской премьер-лиги в европейские клубы. Как ты считаешь? Слушайте, какие высокие завоевания для власти. Вот это на тему патриотизма в нашей стране. Посмотрите, насколько они должны создать невыносимые условия, чтобы те, кем Россия гордится. Я согласен, что футбол не наша сильная сторона, но она очень популярна, эта тема в России. Конечно, Березуцкий и другие известные футболисты, они на слуху десяток миллионов наших граждан. Они кумиры для миллионов людей. Они, собственно, для тех, кто занимается спортом или как-то связывает жизнь своих детей, будущих поколений со спортом. Они действительно некий такой символ, ареал. И, кстати, что для власти является подобное заявление? Эти люди очень популярны в России. И когда они говорят о том, что любой ценой, любыми средствами уезжайте, это цена, собственно, той политики, которую проводит власть. Когда они рассказывают о патриотизме, потом на фоне мы слышим такие заявления. Вот, собственно, цена тем патриотическим настроениям, о которых нам с утра до вечера рассказывает власть. Потом, нет никаких сомнений, будут ужесточения за подобные высказывания, будут давления на, в том числе, российских спортсменов, которые уехали, играют под другими флагами, под любыми флагами играют. Это же, понимаете, есть вопрос денег, а есть вопрос ценностей. Есть вопрос целей, которые воспитываются в молодых поколениях, которые являются неким, не то что финишем, некой заветной мечтой, чтобы страна гордилась, чтобы Россию представлять в мировом сообществе. А на сегодняшний момент, ну неужели есть такая гордость? Да нет, конечно, власть создала настолько невыносимые условия, что уезжают все, кто может, да, все, кто должен был Россию восхвалять, кто должен был поднимать репутацию, рейтинг, я не знаю, образ нашей страны, уезжают вне зависимости, какое это направление спорта. Гимнасты, я не знаю, легкоатлеты, какие-то там, может быть, в целом, посмотрите, как эта тема выглядит. Почему? Потому что российская власть, собственно, проводит такую политику, да, что создает вот такие вынужденные обстоятельства для, собственно, для настоящих талантов. Конечно, после таких слов министр спорта должен сразу же уходить в отставку, безусловно, но делать только лишь из него крайнего, хотя его вина здесь безусловна, тоже неправильно. Почему? Потому что правительство в целом, да, причем не только в спортивных каких-то направлениях, но и в плане там айтишников, о которых мы с вами много говорим, в плане каких-то производственников, в плане ученых, в конце концов, да, в целом политика, которая проводится сегодня властью, она имеет вот такой вот результат. И разговорами о патриотизме, или там всеобщей поддержке, ну, какие разговоры могут быть, если Березуцкий, там, другие футболисты, которые имеют в своих социальных сетях, там, миллионные аудитории, и их воспринимают как экспертов, как каких-то искренних людей, да, как тех, на кого они хотят равняться. А эти люди в широкой своей массе говорят противоположное, нежели то, что говорит Путин, то, что говорят какие-то там чиновники из правительства.